На базе Одинцовского МФЦ состоялось заседание общественного совета при главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Руководитель главгостроенадзора Артур Горибян, который провел эту встречу, начал общение с вручением коллегам почетных грамок за плодотворное сотрудничество. У нас очень активные общественники, они нам помогают в нормотворческой деятельности, они нам помогают вообще в процессах обеспечения надзорной контрольной деятельности. Поэтому мы считаем, что это очень продуктивное, конструктивное мероприятие. Сегодня мы уже даже вместе побывали на строительном объекте, по Одинцово, на улице Чистяково. Это школа большая, на 1300 мест. В ходе своего доклада, посвященного итогам уходящего года, Артур Горибян подробно остановился на результатах основной работы, контроля в области долевого строительства и выявления объектов самовольного возведения. Кроме того, руководитель ведомства рассказал о взаимодействии с Московским государственным строительным университетом и отметил преимущество недавно запущенного мобильного сервиса «Подмосковные стройки» и даже наглядно продемонстрировал, как работает приложение. Мы приедем на него и понимаем, что вот у нас врать на расстоянии полтора километра строить вот такой вот объект, который еще настоит. Председатель общественного совета Игорь Матвейко познакомил участников встречи с деятельностью совета и рассказал о проведенных совместно с главком строенадзором в выездах на социально значимые объекты. Обращений было совсем немного. За весь период было всего четыре обращения. Из них основная часть обращений были в нашу пушкинскую общественную приемную к Игорю Эдуардовичу. Мы ежеквартально, согласно плану, мы выезжали и проверяли наиболее значимые социальные объекты с руководством главного управления и с Атуром Петровичем, и с Белолипецким, и с Бассейном были на объектах. Это у нас по московской области была и Балашиха, и Ногинская, и Истра, и Одинцова, и Домодедова. Члены общественного совета обсудили доклад на тему влияния работы экскроу-счетов на характеристики девелоперских проектов, перспективы развития проектного финансирования, а затем внесли предложения по формированию плана работы совета на предстоящий год. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.